Зайти на маркетплейс не такая уж и большая проблема, а вот как там удержаться и начать зарабатывать в прибыль, это вопрос, который стоит нашего внимания. И сегодня мы про него и поговорим. Меня зовут Иван Калин, на этом канале делюсь опытом работы с маркетплейсами. Лайк, подписка и погнали! Сегодня на примере Яндекс.Маркета мы будем разбираться, как составить прибыльную товарную матрицу. И у нас главный принцип какой? Что мы фокусируемся, как заработать больше с одного привлеченного клиента, нежели расфокусироваться на разных покупателей. То есть, когда у нас расфокусировка, мы больше денег тратим на рекламу, на маркетинг. Когда мы понимаем, какие товары нужны нашему покупателю, мы фокусируемся на том, как сформировать нашу товарную линейку. Разберемся, из чего она состоит. Самое главное, это, конечно, товары-локомотивы. Это те товары, которые двигают саму нишу. Например, если вы торгуете платьями, то это базовый гардероб, какие-то базовые элементы в этой линейке. Если вы продаете там зоотовары, это могут быть какие-нибудь миски, то, что надо обязательно. А все дополнительные игрушки или какие-нибудь те товары, которые не обязательно, но прикольно, они являются уже сопутствующими товарами. И, скорее всего, именно на них будет делаться основная прибыль. Ну и третья группа товаров в нашей ассортиментной матрице – это товары, которые отсутствуют у конкурентов. Это могут быть либо новинки, на которые мы делаем ставку, думая, что оно будет хорошо продаваться, либо это те товары, на которые низкий спрос. Но мы осознанно формируем этими товарами свою товарную матрицу, чтобы к нам приходило, соответственно, больше людей. И они за счет этого, да, не за счет того, что мы тратим деньги на рекламу, а за счет того, что у нас вот такой ассортимент, на него невысокий спрос, но он удовлетворяет потребности разных клиентов. И они уже из этой логики могут покупать и основные товары. И уже понимая, какой процент этих покупателей будет сопутствующие товары покупать, мы уже можем и прикидывать. Все эти расчеты, конечно же, мы делаем при помощи аналитики. У Яндекса сейчас, между прочим, классные инструменты, которые позволяют находить наши и успешные кейсы, разбирать, какая была причина, так и наши какие-то неудачи. Понимать истинную причину, анализировать гораздо более глубже. Ну и с другой стороны, мы можем проанализировать конкурентов, как они строят свои ассортиментные матрицы. Возможно, где-то неосознанно, возможно, где-то продумано. Ну и самый главный лайфхак, это то, что вот эту товарную матрицу мы можем посмотреть у каких-то уже популярных, известных брендов. И причем даже не в России, а может быть где-то за границей. Да, можно взять и использовать опыт Амазон. И, например, там уже компании, которые очень давно торгуют, они уже давно-давно проработали все эти сегменты. Либо, да, как минимум можно сходить в магазины типа Ашана, и там точно есть категорийные менеджеры, которые формируют вот эти все, что будет на полках находиться. И посмотреть, да, как это все формируется. Что на уровне глаз, что где-то там внизу, что где-то сверху. И это дает вам эту информацию, как вы будете сформировать свой ассортимент. Ну и если на примере Ашана понятно, это какая-то товарка, то с одеждой вы можете сходить какие-то известные бутики, бренды, да, которые тоже продают похожий товар, как у вас. Посмотрим на примере Найка, что мы здесь можем подчеркнуть в плане нашей товарной матрицы. Как мы видим, они здесь разделяют на верхнем уровне. Это женщины, мужчины, дети. Дети просто кроссовки. И дальше у них уже самые такие хедлайнеры показываются, либо какие-то новинки. Это мы видим на купальниках. Здесь мы видим, да, вот эту худи, которая, видимо, у них является таким товаром, локомотивом, который притягивает внимание. Ну, то есть товар, который хотят все. И где-то там, если мы будем проваливаться дальше, мы увидим товары, которые могут продаваться сопутствующие. Да, это могут быть носки, вот, кстати, аксессуары. Разные кепки. Они могут в том числе быть, как и основной продукт, который притягивает. Но какие-то кепки, да, какие-то необычные, они могут быть, как и... Вот, кстати, здесь, мне кажется, понятно, да, что вот эта кепка, она как хедлайнер. А вот такая цвета хаки, она больше как сопутствующая или как новинка. Той, которой, возможно, нет у Адидаса, да, как у конкурента. Здесь у нас с вами обувь, да, и мы тоже такие же сопоставления можем отметить. Ну, и тут у них пошли все товары, причем сортированные по популярности. Но надо отметить, что на разных маркетплейсах он, наверное, будет по-своему. Так, и мы можем здесь посмотреть, да, в основном это, интересно, носки. Носки, шапки и кроссы. То, что в основном покупается. Среди мужского ассортимента мы уже сверху можем... Вот здесь такая есть полоска. Есть вот носки, да, мы с вами посмотрели, кстати, самопопулярные товары. Мужские головные уборы. Это, условно, та самая семантика, те самые ключевые запросы. Только здесь сделано, мне кажется, очень прикольно. Есть не только сам запрос, да, но есть еще и картинка и какой-то соответствующий товар. Чтобы полноценную товарную матрицу составить, конечно, необходимо выделить довольно много времени и погрузиться в ассортимент ваших конкурентов. Но я хотел рассмотреть еще и другие примеры. Например, что-то из необычного. Вот такие наклейки, которые клеятся на пластиковые карты банковские. И здесь уже строится вот эта ассортиментная матрица, исходя из того, что, ну, какого формата могут быть наклейки. Но и опять же отталкиваемся в основном через целевую аудиторию. Мы должны понимать, какие символы, да, какие у них в голове есть идеи, которые было бы неплохо осуществить в виде таких вот наклейок. Да, вот здесь мы с вами видим разные примеры и это все потом сделать крутой дизайн и понимать, что это точно будет продаваться. И работать уже на разные целевые аудитории. Не только там мальчики, девочки, но и какие-то социальные группы, которые, например, вот, не знаю, типа читали о Бэнксе, да, какой-то и его творчество. Этот, кто, так скажем, патриоты. Здесь у нас такие универсальные разные логотипы, разные бренды. То есть строить нашу ассортиментную матрицу можно вот такими разными способами. Ну и в завершении я, конечно, хочу добавить, что здесь важно ориентироваться не только на конкурентов, но и на целевую аудиторию. Необходимо читать отзывы, смотреть, что они хотят, каких блогеров, возможно, они смотрят и как формируется их информационное поле, чтобы сделать для них такой продукт, который бы предвосхищал, да, вот их покупку. Когда они ее купят, они чтобы были просто от нее в восторге. Вот такие нехитрые советы, которые вам помогут сформировать вашу товарную матрицу. Если было полезно, не забываем подписываться. И до новых встреч!